Боевики за прошедшие сутки 41 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Не прекращаются бои и в Авдеевской промзоне армейцев накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Репортаж Геннадия Вивденко. Букта пополняется. Пытается к нам поближе подлезть. У военных сейчас нет времени для передышки. Боевики не прекращают огонь круглые сутки. Дуже работают снайперы с 12-го калибра. Нам приходится иногда отвечать своей стрелковой. Усилили патрули. Люди практически не отдохнули. АГС. Это противник провокирует нас на ответ. ПОВИТЬ. Отстановка у тебя. На приеме. С 12 часов работы я полемя от Калачникова модернизированный. Ну а так в основном ночью вся работа я. Там может минут через 10-5 простреливать каждый раз. Сквозь бойницы наши воины наблюдают, как во время коротких перерывов боевики укрепляют свои позиции. Затем снова открывают огонь. Бой сегодня идет с ночи. Начали уже нас обстреливать. Позиции наши и соседние. То есть с РПГ и автоматического оружия. Терпели, терпели, терпели. В полчетвертого немножко уже стрельнули сами. Им замолкли. Ну они не любят, когда по ним стреляют. Морозы и снегопады сменились оттепелю. Сейчас дождь и сильный ветер. В окопах полно талой воды. Мало что огонь противника, так еще и февральская распутница наступила. Вот сейчас бойцы выкладывают ящиками такие мосты на дни окопов. Для того, чтобы как-то передвигаться здесь на линии фронта. Ну в такую погоду, по крайней мере, по пластунски лезть где-то очень плохо. Тише не будет, но по крайней мере подлазить вот так вот близко совсем никто не будет. Чтобы выйти из Авдеевской промзоны, приходится дожидаться короткого перерыва между обстрелами. Враг продолжает огонь из автоматических гранатометов. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.